Здарова всем, ребята, кентуха на проводе, прямо сегодня покажу нереально эксклюзивное видео, потому что прямо сегодня вы увидите, каким стендов 2 был раньше, а именно его самую первую версию. Я нашел эксклюзивный материал, и прямо сегодня я вам все-все-все это покажу. Я вам покажу, какой рынок был раньше. Вы просто не поверите, раньше киргол стоил 5000 голдишки. Я вам покажу, какие раньше были карты, я вам покажу, какие раньше были режимы и многое другое. Поэтому, братишка, прямо эту секунду прожми лайк, напиши в комментариях хэштег Кентни Пепа, а мы начинаем. Ну что, ребята, добро пожаловать на самую первую версию с Тено 2, когда добавили рынок. Если не ошибаюсь, эта версия 0.10.6. Посмотрите на эти цены. Кстати, вот как будто дробаш некроманцер раньше стоил 200 голдишки, а сейчас он стоит как будто тоже 200 голдишки, не? Как будто даже цена не поменялась. Ооо, а вот это самое интересное. Только что мы поставили фильтр от самых дорогих скинов до самых дешевых. Обратите внимание, ребята, кирголд, самый дорогой скин в игре. И он стоил раньше 30к голдишки. А векспорты 2, 10к. А киртх 100 трек 5к. 5к. Пожалуйста, изобретите кто-то машину времени. Я телепортирую из прошлой. Куплю себе на все деньги а киртх и стану миллионером. Обалдеть. Сейчас киртх стоит 40к. А кирамбиты, кирамбиты стоят вообще по 3к. Ну, кстати, кирамбиты, ну, не прям сильно поменялись. А вот им девятый. Смотрите, стоит 3700. А сейчас они стоят гораздо дороже. Так, ребят, кирголд. А вот теперь самое интересное. Обратите внимание, цены запроса на покупку 13к. А запрос на продажу 29к. То есть, ребята, не надо быть математиком, чтобы понять, что если вы купите по запросу и продадите, вы заработаете 10 тысяч голдишки на ровном месте. А знаете, почему такая большая разница? Потому что раньше никто не знал о трейде. Раньше не было трейдеров. Это сейчас, если трейдеры увидели такую цену, они сразу, не знаю, покупали эти кирголды по миллион штуки, продавали бы их, чтобы заработать. А раньше никто таким не занимался. Так, давайте посмотрим, какие еще у нас есть цены. G22NS2K. Слушай, сколько он сейчас стоит? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, ребятки, я не припоминаю. О, а вот М16 винджет подорожал примерно в 15 раз. Потому что сейчас он стоит 4500, а раньше он стоил 305 голдишки. Ну, ребята, вот примерно вот так вот у нас раньше выглядел рынок. Если честно, все максимально непривычно, максимально непонятно. Но, тем не менее, прикольно выглядит. Ну, реально, ну, это не кринж. Ну, а вот это, ребята, Фома сбегал. 105 голдишки. Я вообще не понимаю, почему так дорого стоит? Ну, только за счет того, что это Фурия с коллекцией или как? Ну, вот такие вот были цены у нас на обычные скины. Вот, прям сейчас можете посмотреть. М4-ник Романцер 140 голдишки стоил. А сейчас 600. Блин, мог бы и побольше подорожать. Ну, а давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим, как же раньше выглядели настройки. Вот сейчас максимально внимательно. Это первая версия настройки. Я вам скажу только одно. Да, они не очень сильно поменялись с теми настройками, которые есть у нас сейчас. А если точнее, они вообще почти не поменялись. Прошло 6 лет! Чтобы понимали, этому материалу 6 лет и за 6 лет настройки не поменялись. Блин, я не могу, какой же тувар. Кстати, да. Когда вы раньше нажимали в кланы, писалась вот такая вот надпись. Что это означает? Это означает, что разработчики не добавили кланы. Поэтому всегда вот такая была ошибка. Кланы в разработке. Вот так вот, ребята. И буквально, ну сколько, года три назад только разработчики добавили кланы. Раньше вот все время была вот такая вот ошибка. Так, ну что же, погнали дальше. Ну, а как же раньше выглядело главное меню? Ну, вот примерно вот таким вот макаром раньше выглядело главное меню. Ну, выглядит очень даже неплохо. Единственное, как-то слишком тускло. А вот это, ребята, статистика. Нету ни союзников, ни мема, ничего нету. Зато написано, ваша любимая пушечка. Например, в этом случае это АКР на первом месте. АВМ на втором месте. Посмотри, точность 40%. Обалдеть, вот это точность. И КД 1.26. Если у вас раньше было плюсовое КД, это как сейчас вы, наверное, легенда. Понимаете? Потому что раньше плюсовое КД это была большая редкость, потому что все были нубами. А вот это, ребята, старое загрузочное меню. Да? С трём? Нет? Ха-ха-ха! Посмотрите, старое загрузочное меню. Вот примерно вот так вот, ребята, выглядело главное меню. Вот вы могли себе купить ассистенс медаль. Кто не знает, это была первая коллекция в игре. И тут вы могли купить Фуриос коллекцию. Так, ну что же, смотрим дальше. Так, ребята, это магазин. Это магазинчик. Тут у нас есть Фуриос кассик и Ориджин кассик. Я скажу так, если вы раньше открывали кассики, вы были миллионером. Понимаете? То есть раньше, вот сейчас открыли кассик, это пыль. А раньше вы открываете кассик. Весь класс сбегается к вам с такими глазами. И такие... Ох, а вдруг ему сейчас нож выпадет. И если вам выпадал нож, у всех просто отлетала челюха. Ребята, просто посмотрите на все это. Да, это обычная покупка боксов. Просто я понимаю, сейчас вы думаете, Кент АПК, что это за пыль? Ну раньше никто кассики не открывал, все были бедными. Раньше все открывали боксы. Вот примерно вот такая была анимация открытия бокса. Что я могу вам сказать? Ну как будто, ребята, страшно выглядит. Блин, я отвечаю, какая-то реально стрёмная тема. Посмотрите, какая раньше была анимация. О, Джиндос за паттерн. Я, кстати, его бустил, кто не знает. Надо будет его заново пробустить. Обалдеть, ребятки, ребятки. Просто посмотрите на все это. Кстати, да, по большому секрету рассказ вам. Что раньше из фури с боксов падал плохой дроп? Что сейчас? Ну реально, ну не падали, Арканы. Ну мне за всю мою жизнь ни разу не падала даже легендарка с боксов. А вам падало? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, ребят, ну это нам всем не интересно. Нам всем интересно открытие кастиков. Давайте, мы сейчас в него переместимся. Ну что, ребята, приступаем к открытию фури с кастика. Ну а перед открытием надо сделать буст. Вот примерно вот так он выглядел буст. Какой стрёмный осмотр, посмотрите. Просто воздухи этот керамбит телепаем. Обалдеть, как же это все выглядит страшно. Но что поделать? Такова реальность. Вот именно с таких моментов начинался наш с вами легендарный стендов. Погнали открывать. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Держим колочки. И... И... Ой, блин. Ха-ха-ха-ха-ха. Увы, ах. Выпал эпик. Ну а второе мы открываем, ребята, без буста. Потому что у нас уже тильт и нам выпадает... ТМ4 ПРО. Ха-ха-ха. Ну вот примерно вот такой вот инвентарь раньше считался крутым. Сейчас, если кому-то покажешь такой инвентарь, вам все скажут... Братуха, да ты тупо пыль. А раньше вы были крутым. Ну и куда без оригин кастиков? Давайте мы тоже с вами их приоткроем и посмотрим, что же нам выпадет. И нам, ребятки, попадает AVM Phoenix. Кстати, да. Это та версия стендоффа, там где чуть-чуть ее улучшили и модернизировали. То есть старое видео было на более старой версии, а это на более новой. Посмотрите. Тут у нас есть уже хотя бы задний фон. Как-то оно все, да, немножко странно выглядит, но тем не менее тоже очень прикольно. Тут анимация уже реально как-то... Ну как-то более-менее нормально. Даже сейчас, если была бы такая игра, но это не кринжово выглядит. Это реально более-менее нормально. Открываем Origin Classic и... 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 Ой, как же это было больно. Вы видели? Пролетел АКРТХ. И нам выпадает статрек UMP Cerberus. Ой, какой Cerberus? Киберпанк! Ребята, а что к стаймам гифтбоксов? Спросите вы. Вану моменту. Дзинь! А вот мы, ребятки, и на гифтбоксах. Кто не знает, раньше гифтбоксы стоили по 60 голдишки. Поэтому их было у каждого на аккаунте очень много. Я думаю, раньше в стенд-оффе падал хороший дроп. Оказывается, он всегда был плохим. Но знаете, где реально хороший дроп падает всегда? Это на Буллдропе! Тем более, на Буллдропчике вышла такая небольшая обнова. Добавили новые кассики. И самое главное, ребят, приплыл плохой мегалодон. Которого вы должны отдубасить. И за то, что вы его будете дубасить, вы будете получать энергию. А потом эту энергию поменяете на халявные арканы. Так же, мужики, вот вам немножко мотивации. Это бесплатная энергия от меня. Это бесплатный сундучок от меня. А вот это бесплатный процентик к пополнению. Все нужные ссылочки находятся снизу, а мы идем дальше. Вы посмотри, какой дроп падает, да? Смотри, Ля, боль! Ну почему? Ну почему? Вот что раньше падал плохой дроп? Что сейчас? Ну как это работает? Ну объясните мне, пожалуйста, хоть кто-то. Ну хоть бы выпил какой-то там терволдик. Ну или Мспорт В2. Не-не-не. О, как это было близко, вы это видели? Как это было близко. Это сейчас, если я открываю гифтбокс, я супер-мажор. А раньше гифтбокс просто открывал каждый школьник. Я не знаю, если бы я просто каким-либо образом переместился в прошлое, я бы купил бы штук миллиард, наверное. Вы просто посмотрите на все это. Взгляните, ребята, на эти исторические моменты, на эти исторические открытия. Гифтбоксы, которые сейчас стоят по 40к. Обалдеть. Если честно, я смотрю, даже как-то слезы наворачиваются. Ну а прямо сейчас, ребята, произойдет легендарный момент. Это первый пас в игре. Самый-самый-самый первый. Блин, он стоил 1200 рублей. 1200. Сейчас пас стоит сколько? 5к минимум, чтобы нож получить. 5к. А раньше за 1200 ты получаешь. АВМ ты получаешь. Нож. Блин, это вообще какая-то имба. Давайте-ка мы прямо сейчас купим пас и посмотрим, как же он будет выглядеть. О, все, ребятки, пас у нас в инвентаре. И мы смотрим. Ну а вот примерно вот так вот, ребята, выглядит покупка паса. У вас в инвентаре просто появляется 5 новых предметов. Это сейчас там миллион рарок, миллион графики паков, миллиард стикер паков. Раньше просто 5 предметов. Блин, мне даже раньше пасы нравились больше, чем сейчас. Пусть предметов 5, но из них есть крутая медаль, ассистенс медаль. Из них есть крутой М9. Из них есть АВМ спорт. Блин, да реально раньше пасы были гораздо круче. Потому что не было этого всякого бесполезного хлама. Ребят, а давайте-ка посмотрим, как раньше нож М9 выглядел в игре. Пожалуйста, вам всем интересно? Давайте посмотрим, а что бинет? Все, ребята, перемещаемся в командный бой. И прямо сейчас посмотрим, как же выглядел нож М9. Посмотрите на эту загрузочку, да? Командный бой, а? Как вам? Как вам? Прикольно выглядит? Ну, если честно, немножко кринжовенько. Вот так вот, выбор команды, да? Вот так, ребят, выбирайте команду. Давайте посмотрим, как выглядит покупка оружия. То есть раньше оружие не распределялось. Например, там, это для КТ, это для Т. Было одна, один пак оружия для всех. Хочешь, покупаешь, например, ФНФАЛ за КТ. Хочешь, покупаешь его за Т. А, стоп. Раньше даже ФНФАЛа не было. Я забыл. Раньше даже ФНФАЛа не было. Вот, ребята, все, что вы видите, вот это все и было в игре. Обалдеть. Слушайте, ну, в принципе, вот я смотрю сейчас на графику. Вот она практически не поменялась. Вот что было раньше, что сейчас, да? Ну, так в целом, глобально. Глобально она не поменялась. Ну, что, ребятки? Давайте идти дальше. Ребята, знакомьтесь. Это самая первая карта в игре Стэнд оф 2. Это карта The Dust. Вот, 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 вот эта карта. Посмотрите, посмотрите, раньше щитаки как летали. Посмотрите, чел просто летает, он бессмертный. Вы понимаете, что сейчас с щитаками все плохо? А раньше они просто были бессмертные. Просто посмотрите, чел просто летает по всей карте. Ой, обрати внимание на этот прицел. Ой, блин, какой крич. Вот я смотрю на это, мне аж плакать хочется. Кстати, да, вам всем, наверное, интересно, а куда же делась эта карта? Ребята, эту карту разработчики были вынуждены удалить. Почему же были вынуждены удалить? Потому что они эту карту сплоятели из CSGO. И CSGO сказала. Э, братанчик, удалай карту, или я удалу-то игру. И разработчикам пришлось удалить эту карту. Посмотрите, раньше она все в анимации стрельбы. Просто посмотрите, ты стреляешь в чела? И его просто нереально замочить. Он как будто бессмертный. Просто посмотрите. Ёханый бабай. Диггал тупо на полэкрана. Посмотрите, диггал больше, чем я. Обалдеть. Не, конечно, да. Я вам скажу честно. Вроде бы, когда ты играешь так вот так с стендов 2 на протяжении 4 или 5 лет, я не замечаю, как стендов меняется. Но если посмотреть то, что было раньше и то, что есть сейчас, это две абсолютно разные игры. Обалдеть. Слушай, ну карта прикольная. Я бы на ней поиграл, кстати. Ну а прямо сейчас вместе с вами мы побываем на самой первой карте провинции. Вот так она выглядит. Это планета. Это планета. Вам не показалось. Посмотрите, он маленький. Ох, ребят, я заранее извиняюсь за плохую графику. Ну просто, сами понимаете, раньше все снимали в такой графике. Это коняка. Это коняка. Вы видите этого коняка? Понимаешь, графон плохой. Но коня-то, видите, ребята? Коняка, мой любимый. Ох, блин, аж плахать хочется. Какая же это история. Какая же это легенда. Просто, ребята, посмотрите, посмотрите на все это. Это Плэнт Б. Я не знаю, как бы сейчас киберспортсмены играли в такую карту. Мне кажется, они вообще не смогли в нее играть. Ну просто посмотрите, какая она маленькая. Тут всего лишь два захода. Или через тоннель, или через мид. Все. По-другому на Плэнт Б вы не попадете. Просто посмотрите. Я, я в шоке. О, ну графики прикольные. Да, это графики, если не ошибаюсь, и до сих пор есть в игре. Это, ребята, такой проходик. Это у вас как? Лонг называется? Или как? Я просто не знаю, поправьте меня в комментариях. Обалдеть, ребята! Как же это круто! Это у нас спаунг КТ. Вот, блин! Вот, вот, примерно вот так вот он выглядит. Ну, кстати, спаунг КТ не особо-то сильно и поменялся. Слушайте, ребята, знаете что? Давайте-ка мы с вами переместимся на самую первую версию карты зоны 9. Потому что, да, вы просто будете в шоке. А вот карта зоны 9 поменялась прям очень сильно. Ну что, ребятки, не пугайтесь. Это у нас карта зоны 9. Вот, вот так вот она выглядит. Если честно, я смотрю, у меня такое ощущение, как будто какая-то другая игра. Вот как будто это не стендов, а просто что-то другое. Это больше похоже на какой-то Роблокс. Обратите внимание на эту графику. Просто посмотрите. Вы узнаете, что это карта зоны 9? Как же сильно она поменялась? Кто не знает, с момента вот этого видео, карта зоны 9 менялась дважды. Дважды. И это ее с самой первой версии. Вы понимали, раньше на плент B можно было попасть... Вот видите, этого прохода нет. Этого прохода тоже нет. Только можно было попасть или через этот проход, или через плент A. Сейчас, ребят, покажу вам прикол. Раньше примерно на центре карты была вот такая вот комната, где была куча мониторчиков и официальная группа разработчиков ВК. Вот, примерно вот так это выглядело. Эта комната просто была ни к чему. Просто стоял комната. То есть, она была не проходная. На ней нельзя было плентить. Просто комната была, и все. Ты в ней мог сесть и зоныкаться. И разработчики добавили туда такую небольшую пасхалку. Обратите внимание, как же все это выглядит круто. Вот, если честно, я смотрю, у меня прям такое чувство ностальгии. А вот это плент A. Знакомьтесь. Вот эти вот ящики и коробки, это плент A. Да, вам не показалось. Я, я согласен, он нереально стрёмный. Я не понимаю, зачем разработчики подобавляли так много коробок. Но раньше вот такой вот был плент A. Да-да, не удивляйтесь. Не, слушай, ну прикольно, 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 ребятки. Прикольно выглядело, да? Ох, как же я хотел бы сейчас поиграть в этот стендовчик. Ну вот так вот. Ну что же, мои уважаемые подписчики. Я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что это видео было реально очень крутое. Я потратил очень много усилий, чтобы найти все эти материалы. Пришлось даже за некоторые из них заплатить. Поэтому, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас проживите лайкосик. Обязательно подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. И хэштег ностальгия. С вами был ВашКентуха. Подпишитесь на мой туб и на мой ТГФ. ТГР сыграю вам 3000 голдишки. С вами был ВашКентуха. Всем удачи, всем пока-пока.